Афанасий Никитин Афанасий Никитин – первый русский путешественник Россияне гордятся своим соотечественником Афанасием Никитиным. Этот торговец и мореплаватель был одним из первых европейцев, ступившим на землю Индии. Знаменитый путешественник открыл восточную страну за четверть века Даваско-Дагамы и других португальцев. Путевые записки Афанасия Никитина, получившие название «Хождение за три моря», представляют собой подробное описание быта политического устройства восточных государств. Рукописи Никитина были поистине новаторскими трудами. «Морское путешествие» описывалось здесь не как паломничество, это было повествование о торговле. Афанасий считал свои записки греховными. И только через несколько столетий историк и писатель Николай Карамзин опубликовал рассказы Никитина в своем труде в истории государства российского. Сведений о детстве знаменитого русского путешественника крайне мало, поскольку его биографию стали записывать только в период экспедиции. Он родился в Твери примерно в 15 веке в семье крестьянина. Отца будущего торговца звали Никитой. По этой причине Никитин считается не фамилией, а отчеством. Афанасий уже в молодые годы стал купцом. Много ездил по свету, по торговым делам, бывал в Византии, в Литве. Товар молодого предпринимателя пользовался спросом, и вскоре он стал зажиточным человеком. Купец, нуждающийся в новых рынках сбыта, решил начать торговлю в Астрахани. Для этого ему надо было заручиться поддержкой Тверского князя Михаила Борисовича Третьего. Князь выдал такое разрешение. По этой причине многие исследователи считали Никитина тайным дипломатом. Но никаких данных на этот счет современными историками найти не удалось. Заручившись поддержкой князя, торговец отправляется из Твери в Астрахань. Он плыл по Волге, первую остановку сделал в городе Клязин. В Клязине Никитин отправляется в монастырь, получает благословление у игумена, чтобы опасное путешествие было благополучным. Он возносит молитвы Святой Троице. После этого Никитин продолжил путешествие, пунктами которого был Углич, Кострома, Плес. Возле Астрахани путешественники подверглись нападению. На их экспедицию напали разбойники татары, разграбившие корабль. Одно судно затонуло. Торговцам пришлось продолжить путешествие на двух кораблях. Они остановились в городе-крепости Дербент. Стали подсчитывать убытки. Вернуться на родину многим путешественникам было просто невозможно. За потерянный товар нужно было держать ответ, а ценности были закуплены в кредит на государственные деньги. Более состоятельные мореплаватели, которые могли отвечать по долгам, вернулись на родину. Другим пришлось искать себе новое пристанище. Некоторые остались в Шамахе. Были и такие, кто отправился работать в Баку. Афанасий Никитин был большим оптимистом, никогда не теряющим надежду на лучшее. Рассчитывая поправить свое материальное положение, он решил продолжить плавание в южном направлении. Из Дербента путешественник отправился в Персию. После этого пунктом его назначения стал Армуз. Это был оживленный портовый город, в котором пересекались торговые пути разных континентов. Из Армуза можно было добраться до Египта, Китая, Индии, Малой Азии. В своих рукописях русский путешественник называет этот портовый город пристанищем Гурмыским. Именно отсюда на Русь поставляли жемчуг. Никитин был очень умным, дальновидным человеком, имеющим настоящую предпринимательскую жилку. Ему стало известно, что в Армузе можно приобрести породистого жеребца, которых в Индии нет. Лошадь можно будет продать по заоблачной цене. Торговец приобрел жеребца и отправился в Индию. Эта страна уже была нанесена на карты, однако ни один из европейцев еще не успел побывать здесь. В 1471 году Никитин приплыл в город Чаул. С возвращением на родину путешественник не торопился. В Индии торговец жил в течение трех лет. Он не терял времени даром, тщательно изучал быт и государственное устройство солнечной страны. Все свои наблюдения и выводы путешественник изложил в рукописных трудах. В Чауле путешественнику не удалось продать своего жеребца по выгодной цене. По этой причине с наступлением весны он отправился вглубь страны. Через некоторое время на пути торговца оказалась северо-западная крепость Джунар. Наместником ее был Ассад Хан. Породистый жеребец был хорош, но стоимость живого товара крайне не понравилась господину. Наместник применил силу и отнял жеребца у русского путешественника. Никитин удивлялся не только обычаям индейцев. Его поражала и природа этой страны, экзотические растения и животные. Здесь он первый раз увидел змей и обезьян. Он уехал из Индии полным впечатлений. Путешествие показалось ему ярким и красочным. Однако торговой выгоды он так и не получил. Продажа единственного жеребца обернулась убытком и наложением штрафа. Афанасий возвращался на родину с пустыми руками. Увезти из Индии было нечего, кроме дешевого перца и красок. Путешествие по солнечным странам утомило мореплавателя. Он мечтал оказаться на Руси. Свой путь на родину он начинает из торгового порта Армуз. Плывет через Иран на север. Так Никитин оказался в турецком Трабзоне. Здесь его приняли за шпиона. Изъяли все ценное, что находилось на судне. Рукописи были никому не нужны, поэтому они сохранились. После Никитина освободили, и он добрался до Феодосии. Здесь купец встретился с русскими торговцами, занял денег, чтобы отдать долги. Зиму 1474 года он провел в феодосийском городе-кафе. С наступлением весны путешественник собирался отправиться в Тверь. Однако ему не удалось добраться до своей малой родины. Путешественник умер в Смоленске. Торговцы товарища Никитина, сопровождающие странника, доставили его записки в Москву. Они передали дневник мореплавателя советнику Ивана Третьего. Рукописи путешественников в 1480 году были включены в летопись. Его именем названы улицы, набережные в нескольких российских городах, теплоход, пассажирский поезд и авиаборд. Продолжение следует...